Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор из двух магазинов. Я думала два разных ролика сделать, а потом думаю изданное. Оно все равно одно внутри другого находится. Короче, сначала было ташан, потом будет миндаль. Миндаль переименовался, как-то по-другому стал называться. Я думала, сменился хозяин, оказалось, сменилась фирма-подставщик. Но на чеке все тот же миндаль. В общем, рука тянется. У меня там есть мочалка, она уже в таком состоянии. Расплющенная попа макаки. Поэтому я решила, что мне надо мочалку. Она какая-то, в принципе, так и недорогая. Сейчас я даже чек найду. Тут я уложилась 514 рублей 88 копеек. В общем, губка. Мочалка банная. Биокос. 35 рублей 30 копеек. Деревянных щеток в Ашане все еще нет. Я страдаю. У меня потому, что деревянная щетка облысела практически вся серединка. Ну, как бы ей еще реально так расчесываться, но уже немножко как бы проблема. Ну, да ладно. В общем, вот у меня мочалка. Вдруг мне дьявол пошлет какую-нибудь фирму, которая будет продаваться на сайте деревянная расческа. У меня закончилось лавандовое масло. И в пустых баночках натуральное масло показывала. У меня как бы не к спеху оно. Я сейчас никакие мыльные штуки не делаю ни себе, ни тому парню. Ну, в смысле, нет доказов, соответственно. И не делаю себе как бы не надо. Дезики восковые у меня про запас сделаны уже изначально, поэтому как бы не надо. Ну, и в аромалампу я сейчас что-то другое кидаю. Да и вообще у меня палки там какие-то есть ароматические. И конусы даже лавандовые внезапно еще хэмовские остались. А тут что-то увидела, думаю, ну, я помню, что оно вроде как вот такое ашановское в Ашане продается. Ну, не именно ашановское продается в Ашане, но вроде как водой какой-то разбавленный. Потому что у меня, по-моему, или лимонное было, или чайное дерево, но вообще нету ничего. Ну, что-то увидела, думаю, взять лаванду, что ли, посмотреть. Оно как бы эфирное косметическое масло считается. Так, 29 рублей ровно, сейчас заодно и занюхаем. На удивление, оно пахнет лавандой. Хотя вот, ну, короче, водорастворимое эфирное масло. Может быть и лаванда. Может, мне тогда просто брак попался. Ну, короче, вот. Вообще, надо бы в интернете, может, посмотреть отзывы на это масло. Так. Что-то у меня тут еще где-то под рукой было. А нет. В общем, я купила два пакета кукуруза в зернах каждый день. Сладкая. Я просто как-то покупала в пакетиках у нас в магните, что-то по скидке они были. Там рис, горошек зеленый, кукуруза и фасоль стручковая. Ну, и вот что-то как-то хотела купить, чтобы самой уже делать, как вот хочется. Но в прошлый мой приезд, вошла на этого счастья, не было. Кто-то там попоболит насчет каждого дня. Нормальная вообще фирма как бы. Ну, я считаю, что в любой фирме ГРА есть и нормальная. Вполне себе. Ну, какие-то тут видно немножко так покоцанные зернышки. Но мне кажется, вот эти все слегка бракованные зернышки, они в любом пакетике могут быть. Плюс я кукурузу вот такими штучками видела только в каждом дне. Она вообще внезапно по 65. Кукуруза в зернах 400 грамм 65 рублей. Как бы раньше, но чуть дешевле было. Но все равно это бюджетнее, чем, допустим, если у нас в магните бы продавалось. По крайней мере, я нигде не видела вообще кукурузу в зернах. Но некоторые вот каждодневные заморозки, они как бы дешевле, чем в других магазинах, других фирм. И в том же Рошане. Но когда идет, допустим, по скидке какая-нибудь, там 4 сезона или еще что-то вроде, вспомнилась только эта фирма, в том же магните, оно выходит как бы слегка дороже, чем то, что по скидке иногда бывают магниты. Тише. Ну, ты это есть не будешь. Я купила еще пакетик, вот я с ногами держу, фасоль зеленая, резаная каждый день. И в этот раз, вот в моем пакетике, мне попалось 3 хвостика от фасолинки. Ну, вот это один раз, единичное такое, обычно все нормально. Ну, по крайней мере, оно нормально так порезанное, а не как-то вот покрошено, будто кто-то поел, и у него обратно пошло, как в том анекдоте, кто-то такой щедрый, пойду-ка я проверю. Фасоль у нас 48 рублей 98 копеек. Внезапно такая цена, короче, 49 рублей, грубо говоря. В принципе, тоже недорого, я считаю. Так, второй пакет, что у меня где, кукуруза. Вот второй пакет кукурузы, я взяла сразу про запас 2. Правда, я не знаю, как я сейчас свою морозилку-то буду зафигачивать, потому что я как-то тут накупила всякого разного мяса в разных местах, в разное время еще фарша купила. У нас делают в мясном ряду сами, они, короче, делают этот фарш, свинина и говядина. Я понимаю, что можно купить мясо, само его порезать в мясорубку эту белорусскую мою, не помню, как ее звать, электрическую зафигачить, и будет мне счастье. Но иногда как бы гемориться некогда, и легче уже готовый фарш смешать там с какой-нибудь овсяной мукой, специи посыпать и на сковородку зафигачить. Я еще, знаете, что люди поняли, что готовка, я, наверное, уже в прошлом ролике отозвучила, который еще не смонтировала, но нужно на ноут слить там 10 гигов исходника, скажем так. Короче, если у вас есть шикарная, крутая сковорода, то даже слегка обжаренные котлеты вам будут нравиться. Раньше я терпеть не могла жареные котлеты, потому что они у меня как-то или пригорали, или не дожаривались, или вообще непонятно как делались, или какие-то суховатые были. А тут такое счастье, вообще кайф. Сковорода отличная. Ну и в общем, как бы поэтому в морозилке у меня мяса всякого дофига. Надо будет как-то сейчас что-то достать. Я уже оттуда все свои замороженные ягоды достала, но хотя у меня есть, я вспомнила, у меня там аквафаба стоит, правда мне в принципе сейчас пока нечего делать из аквафабы, но как бы не идёт у меня душа к аквафабе, чтобы там что-то замутить. Хотя вот думаю, если фасолевую аквафабу, ну после красной фасоли её интересно, если с сахаром свалить, что будет, будет какой-нибудь такой вот типа как бы сахар. Потому что у меня постанка в затвердевшем виде ещё есть немножко, а когда-то вот второй раз делала. Иногда её щаим хомячу. Ну и вот надо будет как-то что-то достать, чтобы утрамбовать вот это вот. Вообще я как бы обычно пересыпаю в другой пакет по тому же стороне. Тут ещё воздух. И соответственно, если убрать воздух, ну чуть поменьше объёмом это всё будет. Можно сложить так. Вот красную смородину достала. Последнее, что у меня там были ягоды. Делала вот как раз печенье, которое ещё не смонтировалось. Там просто смузи был, бананы и красная смородина. Ещё смородина осталась. Я повторила, можно сказать. Я уже это покупала. Даже краткий ролик делала, когда обновляла сковороду. Мне так они понравились. Я понимаю, что это можно точно так же купить вот этой куриной грудки сырой. Сварить её. Зафигачить, значит, или может что-то порезать даже. Зафигачить её там с чем-нибудь. Сделать из неё фарш и сделать котлетки. Обвалять её там в какой-нибудь муке или в сухариках. Сухариков у меня сейчас пока нету. Все, что были, я свезла к человеку, у которого курица. Ну, как бы сухарики дело наживное, да. Ну, а тут я что-то увидела. Они вообще на десятку, на ценнике, не знаю, как вот на чеке, было дешевле, чем я в прошлый раз покупала. Внезапно. Срок годности у них до 14 мая, это значит, ну, через 4 дня. Тут 8 штучек, по-моему. Или 6, фиг их знает каждый, как. Или 6, или 8. Вроде 8 в прошлый раз было. Ну, и на пару раз хватит, учитывая, что я сегодня наконец-то сажусь в скандейте и планирую всё-таки на этой неделе, уж не знаю, как получится, потому что я планировала ещё в апреле это сделать, сделать и клиный перевод, и тайп сразу. Ну, короче, эти-то переводы, с редактом, тарта, у меня только 2 страницы, наверное, переведено. Вообще, работа не хочет, и край, мясика как раз вот в тему. Это у нас первое свежие, свежие на натуральных кормах. Свежее мясо из первых кур, а, из первых рук, пардон, я их прочитала наоборот. Так, и у нас тут 600 грамм Очень хороший состав Филигрудки, масло сливочное В скобочках это постерилизованные сливки Их коровьего молока Вода, сухари понировочные В скобочках мука пшеничная Вода, соль, дрожжи Соль и перец чёрный молотый Мне там кто-то в Каментах в своё время взвывал Что я типа покупаю всякую химию Ну, во-первых, у меня организм очень чувствительный К химии, если бы тут было ещё что-то Какое-нибудь пальмовое масло Ей непонятно и тому подобное У меня было бы или вот здесь вот Ощущение этого масла Или бы чесалось всё нахрен Включая глаза Но тут очень хорошее всё Ну и как бы Мне оно понравилось, я решила повторить В принципе, я и смотрела Что-нибудь такое мясное Хотя понимала, что у меня уже морозюк всувать некуда Даже говядина вот тут лежала У меня, кстати, хорошая такая говядина Её тушила в горшочке сначала с картошкой Картошка закончилась, засунула немножко фасоли Потому что вот как раз стручковая Этой фасоли похожей Каждодневной Потому что надо было Ну, как-то мясо одно есть уже Ну, ну никак Прикиньте, говядина оказывается тоже вкусная Там говядина на косте Я что-то тогда покупала в пятёрке 60, что ли, рублей килограмм Пакет вот этого Пакета на два раза хватает Чисто надо потушить И вот у меня ещё полкило в морозилке лежит А я что-то всё на мясо смотрю Значит, я пришла к выводу, что Если хочется булочек, лучше готовить мясо Где оно у нас тут? Шарики куриные Да, 149 рублей 40 копеек Я тогда покупала за 50 с чем-то 159 или вообще за 160 Так Вот как раз чеки их увидела И рука к ним потянулась Каждый день сливки стерилизованные 20% жирности, 200 мл Я как-то покупала неплохие сливки Жалко, что каждый день не выпускают 30% или 33% Домик в деревне был не по скидке Меня затушила жаба А тут у меня бананы в морозилке лежат Эти перезрелые Мало ли чего-то, может сделаю какой-нибудь десерт Типа мороженого Может так чего Может такой типа соус Сливки нормализованные В составе Ну вот намного бюджетнее покупать Чем другую какую-то фирму Может быть я люблю каждый день Но я думаю, что как бы это Если человек видит что-то по скидке И что-то без скидки Человек покупает по скидке Ну и вот если воспринимать цену Каждого дня как скидку То почему бы и нет Это для тех, кто Попоборит от серии каждый день Вот от этой марки К тому же Многие фирмы как бы делают Вот тут у нас мелком изготовитель Адрес производства Сарапул Фига себе какой город есть Удмуртия Ижевск У меня у подруги родственники изначально Там родители, матери или отца Точно не помню Ижевска как раз Удмурты Короче, оно у нас тут Сливки 31 рубля 60 копеек Как бы цена особо не меняется Примерно так они обычно стоят Не поверите У меня это за 55 рублей Шторка из фиксика Порвалась нахрен Причём в одном месте Как бы там ещё можно сдвинуть Но там оно ладно бы Порвалось вот так Оторвал вот так По вертикали И пофиг Оно порвалось по диагонали И вот так вот идёт Учитывая, что изначально Оно какое-то слегка обракованное было Или это так сделано у всех Я не знаю Там дырочки короче Не пропечатаны были Оно как бы красиво висело Всё такое Но ещё чуть-чуть И она перестанет быть функциональной Я такую уже покупала Но она была розовая Тут остались одни голубые Она была под скидкой Я помню Что-то за 100 с чем-то Я её покупала тогда Водонепроницаемая 180 на 180 сантиметров В комплект Входит 10 колец Я чувствую Скоро из этих колец Можно будет какую-нибудь Эту шторку мне соорудить Вот я хочу что-нибудь такое Плетёное Сквозное такое Лёгкое На кухне У меня же там как бы Дверь изначально снята была Когда мы тут сюда въехали Стали делать ремонт Ну просто Чтоб такое красивое было Допустим Вышел из ванны Почти в костюме Евы А дерево у меня Теперь покосанное Благодаря соседям Которые совершенно Не санкционированные Без моего ведома Тогда его Решили частично попилить Ну и в общем У меня теперь дерево Не настолько закрывают Из-за чего на балконе Жара страшная Когда вот сейчас Вот солнце На балконе 36 градусов Сегодня было Когда я выходила Как бы солнечная сторона Но даже если Лёгкий такой тенёк Всё равно довольно Остаточное тепло В общем Вэллайн Уют По приятной цене Штора для душа Допустимое оклонение Плюс-минус 3 сантиметра Перед использованием Увидишь в том Что изделие Полностью развернуто Хорошо Ну я её сейчас как бы Вешать всё равно не буду Но чисто вот когда уже так Совсем откинется Чтобы было Что про запас Чтобы сразу можно было Сменить А не ехать куда-то И она У неё была скидка Там я хотела купить Ту которая у них Там самая дешёвая За 60 Чем-то 63 что ли Рубля Голубенькая Стабильная Плотная такая Ну как бы Однотонная Но вот Увидела эту Хоть не было розовую Эту по скидке Вот у меня Помните Наверное Тогда тоже обозревала Стопудово Вот эти вот Морские ракушки Но Была именно на розовом фоне Тут вот на голубом И она унизу Была по скидке Я думаю А что бы не купить её Раз она по скидке 47 рублей Она стоит сейчас Так И что у нас тут У нас ещё Что-то было Оттеночный бальзам Бургунд Бургундский 43 рубля 60 копеек Каждый день Я давно Хотела купить Какой-нибудь Оттеночный Бальзам Даже по-моему Этот цвет Бургундский От каждого дня У меня всё-таки Как-то руки Не доходили 150 миллилитров Номер 425 Конечно К ним Он до января 22 года В год ещё поживёт Может пожить К нему Надо будет покупать Перчатки Или можно Резиновые Какие-нибудь использовать Которые посуду моют Я сначала думала Поехать домой Значит И покраситься А потом думаю О чём Меня это как бы Не горит Я напишу подруге Когда она Допустим Сможет И у меня получится Так что Время совпадёт Приеду к ней Или она ко мне Она меня покрасит Та, которая Меня красила Женька Та, которая При желании Может вас Ещё и постричь И я решила Думаю Пусть стоит Вот так Даже можно Через месяц В принципе Им покраситься Ну или допустим Краситься Даже если вдруг Получится На этой неделе Так вот Я и написала Она как бы Ещё не в сети Оно уже смывается Там за 6-8 раз Ну или сколько Оно тут смывается Да сколько-то Короче Оно смоется Так что Цвет При желании Всё равно Ещё Этот мой Останется Уже Вот осветлённый На 4 тона Ну не знаю Как выйдет Короче Купила Пусть стоит Оно Как бы Если не просит Год-то оно Ещё может Спокойно Простоять Ну и напомню Мне всё это Вышло на 514 рублей 88 копеек И сейчас Перехожу К обзору Миндаля Я как-то Предпоследний раз Когда ездила Миндаль как раз Был закрыт Я так Печалила И думаю С одной стороны Конечно Там был как бы Этот конкретный Такой суровый Карантин и потому Может быть Было закрыто С другой стороны Думала Что может Он совсем Кирдыкнулся Особенно Когда увидела Сегодня Что он по-другому Называется Но на чеке Тут тот же Миндаль К сожалению Наша почта И опасна И опасна И трудна До сих пор От моей посылки Которая уже 25 дней Как улетела В Токио Даже если транзитом Она видимо Уже весь земной шар Успела облететь Всё ещё Ни слуху Ни духу На моё второе заявление Поиск посылки Почта России На сих пор Не ответила Никаким местом Так же Как на первое Тем более Не ответила Хотя там По идее Уже месяц прошёл Как они должны были Как они уже должны Бы ответить Я к тому Что Там такие Прикольные штуки Я бы Работала бы Наша почта Я бы приятелю Ещё послала Сладенькая Но почта Не работает Нормально Короче Я увидела Хурму Сушёную Ну вот На пробу Штучку Мне человек взявил Всё тот же Продавец Такой Такой няшненький Там вообще Такой шикарный Мужик Продавец Вообще Вот Хороший Может он Хозяин Хрен знает Ну короче Вот тут у нас Я не знаю Правда Почём она Потому что Там как-то Цены не было Но Может быть Надо будет её взвесить Глянуть Кому интересно В комментах Потом мякните Я чисто для себя Взвешу Потому что Вот эта штучка У меня на 40 рублей Вышла По 25 рублей За 100 грамм Красный рис Там женщина Ещё одна Заинтересовалась Когда я попросила Взвесить Мужчину Но этот продавец Сказал Что вот Его как бы Он сварится Варить его Не надо Долго И он всё равно Будет белым Посмотрю Что за красный рис Что мне тогда Хотелось А знаешь Есть бурый рис Ну а что Пока вот Не видела Какой-то там рис Вот который Типа диетический Тут красный рис 25 рублей Кошмак Хлопковая конфета С фисташками Я вообще Первый раз Увидела Такая волосатенькая Другая Это была Там ещё С коричневеньким Тут зелёненьким Как бы фисташки Вот Состав Мука пшеничная Сахар Масло сливочное Патока И фисташки И сделано Это у нас Внезапно Чуть было Не сказала Деревня В этой В Калужской области Деревня Иванкова Я что-то Ну в похожий Дизайн Покупала Когда была В Казани Ну вот С моим путешествием С турфирмой Я робил тур Ещё наверное До того Как я Видеоблог Делала Стала делать На канале Не помню Просто в каком году Была Там очень вкусная Всякая такая штука Была Помню Покупала И там покупала И хомячила Там Чтобы долго не живётся Сюда привозила Что-то такое Хлопка конфета С фисташкой Хороший Османский вкус Люблю Османский вкус 5 марта Она сделана 6 месяцев Живёт Ну и тут 150 грамм Плюс Минус 10 грамм Что я градусов Всё хочу сказать В общем Вот такая штука Я её сегодня С чем Попробую Тише Что ты делаешь Мне пакетик дали Под это Всё Тут у меня Как раз Чек От карты 390 рупий Миндаль И финики Я не помню Какая коробочка На тех финиках Что у меня Но там вот свежие Были 200 рублей С вилочкой Такие покупала Но они такие же В принципе Там Суть только что Вилочка А так они такие же Мясистые Как обычные Вот финики По 150 По 150 Которые идут Большинство С зелёным С лимонным вкусом Я так не поняла Почему Что это за сорт Такой Они уже у меня Слегка засахарились Когда стояли Но у меня уже Пара так было Что сами финики Эти свежие Умудряются Засахариться Там если чуть Больше чем Пару месяцев Они полежат Ну и я зарекалась Сначала покупать А потом думаю О они опять Открылись Я думаю Вроде По виду так Смотрю мужчинка Вроде Тише Что ты творишь Внешне Это всё тот же Продавец Но мы мало ли Может они перекупились Или ещё что-то Узнала Но оказалось Что-то просто Сменили поставщика И короче Решила Думаю Куплю финики Правда та коробочка Которая мне очень нравится Такая красно-малиновая Красно-жёлтая Или ещё какая-то Ну в общем Я её помню внешне Но её там не было В наличии Там были какие-то Остатки сладкие Которые видимо То что не продалось Или жить Но мне вот Советовали То что на самой витрине Сказали Что это самое свежее Всё-таки Поставки ещё идут Еды На моё счастье Я проверила Они действительно Свежие Купила По 150 Вот они В общем Вот такой у меня Обзор еды Всем спасибо За просмотр Если вы ели Такие сладкие конфеты Как вот тут Хлопковые конфеты Дайте знать В комменты Ну и если вы увидите Этот ролик смонтированным На канале Вообще на канале Значит я Живой Хотя я их буду пробовать Ну уже как бы После обида Всем пока